Дамы и господа, если вам интересно мое мнение, не знаю, если вы заметили, но молодежь воздерживается от активного участия в этих митингах. Даже если она приходит, она смотрит, но к каким-то активным действиям она не приступает. Именно этим, с моей точки зрения, объясняется такой вялотекущий характер протестов. Потому что молодежь, когда молодежь, тогда не скучно. И вот именно поэтому власть относится легкомысленно к этим протестам. И вот в том, что молодежь не участвует в этих протестах, это не только вина лидеров протестного движения. Я могу сказать вам, как участник протестов 6-7 апреля, когда сказал господин Костандаки, что была захвачена власть. Тогда, вот я как помню, вышел весь наш двор, весь наш район, вся наша школа. Мы тогда вышли протестовать. Почему мы вышли протестовать? Не потому, что нам платили деньги румыны или американцы. Мы считали, что страна монополизирована, государство захвачено. И если мы что-то не предпринимем, то через пару лет нам придется эмигрировать из страны. Мы тогда вышли на протест. Это был горький урок. Это была горькая пилюля. Потому что случились какие-то закулисные игры. И этим протестом, этим массовым участием молодежи кто-то воспользовался и пришел к власти. И Сэм Костуш народ, там, от Атланских. Вот почему молодежь сейчас воздерживается от такого участия в протестах. Что бы не повторилось, 7 апреля, когда боролись за одно, напоролись на другое. И вот многие поняли, что вот эта идея меньшего зла. Потому что мы тогда не были в восторге от Филата или Гимпа. Но мы казались, что они чем-то лучше того, что имелось на тот момент. Вот эта идея меньшего зла, молодежь большая часть поняла, что это какой-то мазохизм. Это неправильно. Нельзя выбирать из меньшего зла. Никогда непонятно, какое зло меньше и какое зло большое. Если ты не уверен до 100% в лидере, то лучше не надо совать в нос. Это одно из, почему молодежь не хочет вмешиваться. И опять же, вот весь народ. Есть косноречивый пример Украины. Когда большая часть общества вышла на антиолигархические протесты. И это переросло в какое-то геополитическое состояние. А войны никто не хочет. Моя жена, например, тоже настаивает, что мы должны уехать в какую-то другую страну. Она боится, что в один день придет повестка с военкоматом, и мне дадут в руки автомат. Так и будет. Все будет хорошо. Поэтому люди относятся так сдержанно. И это все выглядит вяло текуще. Но, с другой стороны, это очень обманчиво. Уже после 2009 года я получил необходимый опыт, чтобы понять, что социальные протесты – это все время опасность для стабильности государства. Потому что ими, во-первых, могут воспользоваться криминальные элементы, преступный мир. А во-вторых, эти могут воспользоваться, если таковой интерес имеется, иностранные службы соседних государств. И даже если там нет молодежи такой буйной, но массовое скопление народа в центре города и специальные технологии, которые можно испровоцировать на необузданное проявление агрессии и так далее. Поэтому ситуация остается довольно напряженной, несмотря на то, что процессы в основном носят мирный характер. А из тех, кто участвовал в протестах 6-7 апреля, активная часть общества, большинство из них все-таки эмигрировало, которые остались здесь, они забиты, усталы. Только среди моих знакомых, молодых, которые тогда участвовали, 5 или 6 человек, покончили здесь самоубийством из-за депрессии, из-за безвыходности. А в школе не учили, что нельзя участвовать, такого рода протесты, как 6-7 апреля? Или разрушить здание государственное? Конечно учили. У меня двое сыновей вот этого возраста, как у тебя. И они не пошли. Они посмотрят на такое, и сразу же ушли. 6 вечера я был там и отвечал. Я 6 вечера был там. И знал, что будет на второй день. Это была ясная, картина была абсолютно ясная. Почему? Кто стоит за спиной, кто это проплачивает. Я видел, люди искренне там были, но они были обмануты. Потому что они в школе не учили этому элементарно. В то время как у нас в школе учили этому. Потому что наша система образования, она направлена на то, чтобы не дать людям образование, давать им без образования, обезобразить их. Но там и преподаватели были, что интересно? Проплаченные или тупые? О, они здесь пришли группами. Часть проплаченные, часть даты. И лидеры. И тупой вот говорит, ну вот бесплатно вышел. Да, решили. Начал карьес бесплатно, а сейчас на русский. Ученик. Д exceedens.